К усовершенствованию путем гуманизации. Такова была главная идея разработчиков кодекса об административных правонарушениях в новой редакции. Закон, который вступит в силу 1 января 2015 года, нацелен на защиту трудовых прав граждан и отказ от репрессивных мер в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Новый закон об административных правонарушениях, который совсем недавно был подписан главой государства, разработчики называют важным инструментом в концепции правовой политики страны. Он больше не будет носить тех репрессивных мер, с которыми сталкивались как физические лица, так и предприниматели. Если мы посмотрим, сопоставим некоторые санкции в административных штрафах с уголовными штрафами, то получалось, что штрафы в административном кодексе в некоторых нормах выше стоят, чем в уголовном кодексе. Вот такие обстоятельства этого послужили. Шаг навстречу был сделан представителем деловой сферы. Благодаря снижению нагрузки на малый бизнес и путем градации были изменены размеры штрафов и сроки административного ареста для субъектов предпринимательства. Но, пожалуй, главная идея нового административного кодекса – направленность на защиту трудовых и социальных прав граждан, если учитывать тот факт, что дискриминация честного работника в республике – понятие повсеместное. Очень много сейчас проблем в Южно-Казахстанской области, там большие предприятия и строительные отрасли, в том числе и нефтеперерабатывающие, где нарушаются права профсоюзов, лидеров увольняют, они пытаются через суд восстанавливаться. Однако, несмотря на положительные решения, вынесенные судом, работодатели продолжают увольнять людей, продолжают нарушать трудовые права. Стоит отметить, что Кодекс об административных правонарушениях в новой редакции сможет послужить и отличным стимулятором пополнения государственной казны. Такая мера, как сокращенное производство, способна подтолкнуть казахстанцев к своевременной и менее болезненной оплате штрафов. Марат Токулин, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана.